Десять дней осталось до выборов. Голосование состоится 9 сентября. Жителям края предстоит выбрать губернатора, а хабаровчанам – мэра. В городе откроется 225 избирательных участков. Почти все они располагаются в административных зданиях и школах. А самый большой и вместительный – в арене «Ерофей». Посетить ее в день голосования будет полезно не только избирателям. Репортаж Данила Маевского. В арене «Ерофей», которая вмещает одновременно 10 тысяч хоккейных болельщиков, избирательный участок уже открылся. Сюда придут голосовать 2000 человек. Это жители домов нового микрорайона. Сегодня в списке появилась еще одна фамилия. По месту пребывания зарегистрировался Василий Грановский – четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, защитник команды «Сканифтяник». Режим тренировочного процесса тяжело. По две тренировки в день. Время для отдыха очень мало. А так как участок избирательный сделали здесь, для нас это, конечно, очень удобно. Избирательный участок номер 112 начинает работать в 8 утра. Спортсмены смогут проголосовать здесь в перерывах между тренировками. Но двери «Ерофей» арены будут открыты в этот день для всех. На катке мы сделаем мастер-классы по фигурному катанию. Мы, если помните, проводили это в апреле в таком тестовом режиме. И был аншлаг, людям понравилось, есть спрос. Поэтому еще будем кататься с профессиональной фигуристкой. Вход на каток будет бесплатным. Все желающие смогут покататься с 10 утра до 8 часов вечера. Даниил Маевский, Павел Павлов. Для программы новости.